Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы тоже. Здравствуйте! Поговорим сегодня о Самуэле Адамяне. Смотрю на него и вроде бы есть в нем что-то человеческое. И сочувствие, и жалость, и сострадание. Но все это перекрывает его злость, агрессия и ненависть к людям. И даже те люди, которые находятся рядом с ним, он не забывает о них периодически и их стебет. Причем издевается он довольно в открытую и не скрывает этого. Почему? Потому что понимает их зависимость от него. Он чувствует себя королем положения, царем и понимает, что у него есть его свита. Те люди, которые будут терпеть любую грязь ради заработка на ютубе. И это очень печально. И вот эти все комплексы идут у него глубиной все-таки с детства, длиною в жизнь. Все это, конечно, накладывает отпечаток. И в первую очередь в этом виноваты, конечно, родители. Я так думаю, мама, которая изначально выделяла детей, потому что сам Самвел прекрасно знает, что Эдик у мамы любимчик. И мама даже все время в общении с Самвелом пытается что-то рассказать об Эдике. Понятно, что Самвелу это режет слух, потому что он чувствует свою какую-то ущербность по отношению к Эдику. Потому что, как бы ни было, старший сын общается с отцом, он поддерживает отношения. Он у отца любимчик, и, конечно же, для Самвела это тяжело. Тяжело пережить вот именно вот эти отношения с отцом. Потому что все-таки сын всегда ближе с папой. А здесь он как бы отцу и не нужен. Все это прекрасно видят и понимают. Почему себя так ведет отец по отношению к Самвелу, не знаю. Но он явно Самвелу в открытую не любит отца и этого даже не скрывает. Наверное, все-таки из-за отношения папы, понимая, что он собственному отцу не интересен. Возможно, отец где-то его стыдится, стыдится вот этого крышняка, который Самвел показывает на Ютубе. И все это идет снежным комом, лавиной именно на Самвеле. Поэтому он, конечно, при любой возможности пытается отомстить именно отцу и его семье. И в первую очередь, конечно же, Эдику. Все прекрасно слышат, как периодически он его ущемляет, унижает, дает ему какие-то прозвища, клички и топит собственного брата. То есть даже его помощь, которую он когда-то там оказывал Эдику, не проходит бесследно. Но хочу отметить справедливости ради, что, понятно, все известные стали, те же Адамяны, семья Адамянов исключительно благодаря Самвелу. Но кому бы они были интересны, если бы люди не знали, что это старший брат Адамяна? Понятно, никому и никогда бы, вряд ли светила бы, вернее, эта популярность на Ютубе. И вся свита, которая находится вокруг Самвела, это все те люди, которые пытаются находиться в лучах его славы и популярности. Потому что, если разобраться, да, Самвел сделал себя на Ютубе сам. То есть он достиг порога монетизации, он достиг определенной популярности. Понятно, что он очень хорошо и достойно зарабатывает с Ютуба. Такой доход никому из его свиты просто не светит. То есть он действительно такой один. Неважно, каким методом, способом. Понятно, что он шокирует, эпатирует, вызывает омерзение, отвращение. Он пользуется любыми человеческими эмоциями ради заработка. Он все это монетизирует. И поэтому понятно, что и сестричка находится рядом, да, потому что раньше ее не особо трогали, Самвела, проблемы. И племяшки приезжают не просто так в гости, а пропиарить собственные каналы. Тот же семья Адамян, Эдик, да, он специально назвал канал «Семья Адамян». Ну, понятно, что все знают фамилию Адамян. Тот же Коля, те же сытники, все кормятся действительно от одной акулы Самвела, а они планктоны, которые его очищают, да, и периодически кусочки от него отрывают. Но и Самвел не остается у них как бы в долгу, и периодически их высмеивает стебет, причем делает это очень злостно и очень мерзко. Но опять-таки, я думаю, что это от степени своей ущербности, потому что ему грозит действительно одинокая старость. И это хорошо, если кто-то за его деньги его досмотрит. А так, да, он будет сам, возможно, в окружении кошек, это то, что его ждет. Потому что понятно, что семьи у него нет и не будет, у него не будет детей. Это то есть реальная одинокая старость. И он сам периодически в этом упоминает, об этом упоминает. Но опять-таки, да, вот такая же ждет старость, как и мама. Но маму хорошо, что окружают Самвела деньги. И за деньги Самвела он ей покупает общение с людьми, тем, что мама может угостить, подарить. Ну, понятно, то есть, да, даже те люди, которые хотят отметиться в лучах славы Самвела, там, Надя, Марина, все-все подъезжают через маму. То есть маме надо угождать, маму надо хвалить, и тогда ты будешь рядом с Самвелом. Поэтому у мамы еще не такая одинокая старость. Но, скажем так, Самвел не учитывает следующего, что его популярность на YouTube не будет вечно. Почему? Потому что появляются молодые кумиры, да, на YouTube, появляются новые каналы, которые, скажем так, лезут без грязи. Но какое-то время, в любом случае, он еще на YouTube пробудет. И плюс, я думаю, он далеко не дурак, он уже сколотил себе определенный капитал. То есть, ну, бедная старость, голодная его явно не ждет. Хочется отметить следующее. Его отношение действительно к людям, вроде бы даже как к друзьям. Во-первых, меня удивляют эти друзья, да, ребят, это насколько нужно себя не уважать, насколько нужно уметь прогибаться именно под Самвелом, под вот этого злостного какого-то гения, который их постоянно унижает и стебет. Посмотрим даже ситуацию с сытниками. Ребят, ну, вы знаете, это вообще за гранью добра и зла. Первый момент, как он их стебал свету с этими же судочками. И все молчали, все терпели, все это ели. Только из-за того, что Самвел кормилец в этой, да, большой семье, скажем так. И вы знаете, я не представляю, как нужно себя не уважать, чтобы вот это все действительно, да, на тебя срут, а ты это стираешь и делаешь вид, что все хорошо и ничего страшного не произошло. Потом точно так же эту же Свету замесила мама, смешала с говном, да, с этими судочками. То есть просто стебал их на весь YouTube. И все ради собственного дохода и собственного заработка. И они молчали, потому что они тоже, да, подъедают крошки с его стола. И это омерзительно. Но самое страшное, когда в этой семье есть два мужчины. Отец и сын. И они терпят публичное унижение собственной матери и собственной жены. Это действительно полное отсутствие мужского начала. Это настолько нужно быть каким-то убогим, чтобы позволять, чтобы об твою семью и об твою жену вот так вытирали ноги, чтобы ее высмеивали и стебали. Но Самвелу показалось и этого мало. Он пошел еще дальше. То есть его вот этот момент, да, как он высмеивал Свету за уборку. Ребята, это действительно уже за гранью добра и зла. Во-первых, потому что Света все-таки взрослая женщина, и она мать семьи. Как бы ни было, да, то есть она взрослая женщина, вокруг которой есть муж, сын, свекровь. И это довольно достойная женщина. Мне ее искренне жаль, что ей приходится вот так вот унижаться ради этих денег. Это, скорее всего, просто от нежелания работать. Вы знаете, я лучше бы зарабатывала меньше, но не терпела бы вот это вот убожество возле себя и не терпела бы такого, да, публичного унижения, как ей приходится терпеть. И самое страшное, что за нее некому заступиться. То есть вот как он ее высмеял, да, что у нее грязно, и при этом все ходят и делают вид, что ничего не произошло. Они этого не слышат, они этого не замечают. Но вот знаете, глухие и немые. А он, как злостный гений, продолжает ее гнобить. И она, да, идет и молчит, и вот это себя стирает. Вы знаете, ребят, я бы не захотела такой помощи именно от Самбелла, потому что это тот человек, который поможет, но при этом тебя сто раз высмеет и будет постоянно упрекать тем, что это он тебе помог. Вот в этом тоже весь Самбелл. Он как бы свои вот эти комплексы и ущербность заглушает именно этим. И хочется сказать следующее, да, когда ты высмеиваешь свету, как по мне, это абсолютно нормальная обстановка, потому что, во-первых, в доме животные, а во-вторых, какой бы у тебя ни был идеальный и чистый дом, всегда найдутся какие-то места, где будет собираться и скапливаться пыль. Но хочется сказать, Самбелл, посмотри на свой дом, посмотри на дом своей матери. Где бы вы были, если бы у вас не было домработницы, в какой грязи, да, и в каком хламе и мусоре жили бы вы. И смотря на вас, вы находите, да, грязь у кого-то, но своей не видите. У тебя точно такой же кот. И точно так же у тебя собирается грязь от него и шерсть, и пыль. Но ты этого в упор не замечаешь. Точно так же, как и у твоей мамы. Если ты такой педантичный, да, чистюля, почему ты не займешься хотя бы элементарно грибком собственной мамы? Ведь на это просто мерзко смотреть. А точно так же, как ты, например, свой балкон довел до того, что у тебя там какие-то непонятные жуки завелись. И мусор ты не выносил по три, по четыре дня. Поэтому не стоит скибать свету, которая целый день готовит, на семью. Ты же вместе с мамой не делаете ничего. Вы просто пилите контент. И действительно, я не представляю, как человек терпит такие унижения. Хочется сказать, что лучше не иметь дома стерильной чистоты, но быть хорошим и добрым в душе, чем иметь стерильную чистоту, идеальный порядок, но быть при этом мелочным и злым. И да, это в адрес твоей сестры. Представь себе, у твоей сестры паранойя на чистоту. И это тоже ненормально. Это тоже какие-то комплексы и какие-то психологические проблемы, когда человек настолько стерилен. Твою сестру может обрадовать действительно только ведро доместоса и перчатки. И посмотри, насколько вы, в принципе, каждый из вас убоги. Вы не умеете наслаждаться жизнью. Вы не умеете радоваться. Вы настолько какие-то претензионные, вот такие убогие царьки. Убоги. Потому что сами по себе вы неинтересны. Вы действительно убоги душой. И поэтому не тебе рассказывать о Свете, о том, как ты Света, так и у сеньоры убиралась. Ребята, это такое унижение. Она идет, опустила голову и просто молчит. И самое, хочется сказать, большее дерьмо – это ее муж и сын, которые это вообще пропустили мимо ушей и никак не вступились за собственную мать. Я не представляю того же Колю, молодой парень. Я бы работала, пахала, я не знаю, в двух-трех местах, но я бы никогда не присмыкалась перед таким, как Самвел. Но понятно, что у него нет этого мужского начала. Оно просто от природы не заложено. Это вечный мальчик, это вечный ребенок, вечный студент. И ему нравится быть под крылышком у Самвела. Ему нравится пользоваться всеми благами, которые ему предоставляет Самвел. И когда, Самвел, ты харишь чью-то семью, чью-то мать, чью-то жену, посмотри на свою маму, посмотри на свою сестру, где они были тогда, когда у тебя не было ничего, возле тебя была пустыня. И она будет и дальше, потому что все, кто вокруг тебя, это все те люди, которые, повторюсь, питаются крошками с твоего стола. И посмотри на свою маму, что творит твоя женщина. Мало того, что у нее такая какая-то завышенная самооценка, ребята, я с этого вообще улыбаюсь. То есть она считает, что весь мир должен прогнуться под нее. Она иногда своими высказываниями, замесами бывшего мужа, действительно вызывает отвращение. Ну а то, как она костыляет зрителей, да, и по батюшке, и по матушке, тоже не каждая женщина этого допустит. Но Самвел при этом вот сам выставляет в таком виде собственную мать. Ведь обратите внимание, он мог этого не показывать, он мог это вырезать, но он этого не делает. Потому что мама – это, да, пиар его канала, это его заработок. И самое страшное, что у него есть сестра, у него есть брат, и никто его не останавливает. То есть все позволяют показывать вот в таком свете собственную мать. И никто этого не стыдится. В их понимании это нормально. Самое главное, чтобы Самвелка не выставлял счет за содержание мамы. И тоже интересный момент, да, вроде бы трое детей, у всех есть деньги, у всех все хорошо, но содержит маму один Самвел. Никто больше не принимает участие. Никто не пытается, да, допустим, узнать расходы по маме, по содержанию мамы и разделить это на три части. Всем комфортно, что это головная боль Самвела. Точно так же, как привезти продукты, заняться лечением матери, анализом. Это все лежит на Самвеле. Но старший брат у того хотя бы есть оправдание, да, он живет в другой стране. Но та же Ира живет в 100 километрах от мамы. И заметьте, она не ломится в гости к своей маме. Она не ломится пройти с мамой какие-то медицинские обследования. То есть если разобраться, мама о всех своих даже каких-то гинекологических проблемах рассказывает сыну. Дочь не принимает никакого участия вообще. Точно так же, как и внучки. Это им не надо. Они даже приезжая к Самвелу, они действительно приезжают к нему, чтобы засветиться у него на канале и протянуть себя, повторюсь. И опять-таки, да, у меня очень поменялось мнение о той же Ире. Я раньше ей симпатизировала. Мне она нравилась. Но только сейчас я поняла, насколько она озлоблена на жизнь. Вот такая она довольно агрессивная, педантичная женщина. И когда опять-таки Самвел месяцвету хочется сказать, обрати внимание на свою сестру. У твоей сестры на ее стерильной кухонной поверхности стоит мусорное ведро. И это тоже нормально. Поэтому, Самвел, не тебе судить реально Свету. Мне просто ее жаль и охота за нее заступиться, потому что Света несчастная женщина. Она не знает, что такое сильное мужское плечо рядом. Вроде бы казалось, ты вырастила сына, и он должен подставить это плечо. А нет, сын не способен на это. На это способны только настоящие мужчины. Но это не в случае с семьей сытников. Следующее, что хочется отметить, это, конечно же, чистоплотность мамы. Когда мама на рыбалке чистила рыбу на голом столе. То есть она не подстелила никакой кулек, я не знаю, никакую тряпку. Она просто это делала на чистом столе. И хочется сказать, Самвелка, не тебе тыкать свете чистоту. Обрати внимание на свою маму. Мало того, чтобы вы не подумали о том, что вот эта вонь от рыбы просто не вымоется с деревянной поверхности. Мало того, она будет, это на открытом воздухе, да, и этот стол будет находиться в жаре. То есть там вонидло будет, будьте любезны. И при этом ты не побрезговал, да, готовить уху с этой рыбой. Я не знаю, конечно, как люди ели. То есть я, глядя на мамы на ногти в грибках, я бы не прикоснулась к этой рыбе. Я не знаю, как они в себя ее запихивали, но сам факт. И все благополучно ели. И никто не сделал маме замечания. И даже ты, чистюля, это проморгал. Ну а мамы на эго, ребята, это вообще за гранью. Когда понятно, что у Самвела завышенная самооценка. То есть он рассуждает, что он там может смело обласкалась петь. Ну и мама, да, без ложной скромности такая дама, молодец. Самвел, ты ничем не хуже Магомаева. Серьезно, с кем вы сравнили Самвела? Где Магомаев, а где Самвел? Магомаев это был красивый, настоящий такой мужчина, образованный, интеллектуал, с шикарным голосом, равных ему, по крайней мере, я еще не слышала. И где ваш Самвел? Ну что у того, да, вот такой какой-то наполеоновский комплекс, то есть он уже до ласкало дошел. Что мама от ложной скромности просто не умрет. Мало того, я даже смотрю, как он навязывает всем эту маму. Вот привез ее на рыбалку, и вся жизнь, все должны крутиться вокруг мамы. И вокруг него, то есть ему очень это нравится. Он с камерой, мама разглагольствует, а все вокруг шустрят перед ними. Полей водички, налей водички, сделай маме бутербродик. Все там суетятся, еду готовят, а Самвел копилит контент. Он звезда этого вечера и звезда этой компании. Я, честно говоря, не совсем понимаю, что Артем с ним общего находит. Я тоже смотрю, как бы удивляюсь. Ну, наверное, надо рекламировать свой ТикТок, либо Инстаграм, потому что даже их он периодически подмешивает тем, что сделай это, сделай то. Но он не только их подмешивает. Этот человек, который месит целые нации, он настолько ущербен, что он ненавидит всех и вся. Он даже собственную нацию ненавидит. Ненавидит своего отца. Он готов рвать и метать. Это, опять-таки, все из-за внутренних комплексов и ущербности. Вот этого состояния неполноценности. Потому что он...